Хочу еще раз поздравить всех вас с победой на этом замечательном конкурсе. Ваша работа, поиск хороших новостей сегодня особенно важна. Вы видите, какое внимание уделяется сегодня позитивному развитию нашей страны и воспитанию, и патриотическому воспитанию, и молодежи, и в том числе и старшего поколения. Это невозможно без оптимистического настроя, без дневных хороших новостей. Мы все, вся наша страна нуждается в этих новостях, ждем их, потому что тот негатив, который сегодня и в соцсетях, и на телевидении, и в печати, вы, наверное, уже все от него устали, вы тоже, наверное, от него не устали. Вот поэтому, хотя можно через это стать известным, может какие-то статьи пройти, но, тем не менее, я думаю, все-таки люди уже соскучились по позитивным, хорошим новостям. Наша с вами задача как раз увеличить количество этих хороших новостей, тем более они и есть. Мы с вами говорили, что если, в принципе, взять целый информационный день, то приблизительно 50 на 50 или 40 на 60, это все-таки и позитивных, и негативных новостей, но важно то, чего видит, то, чего хочет услышать. Я бы хотел привести один из наших примеров последних, что успехи нашей страны в спорте и умения организовывать такие большие мероприятия, как на Диме Олимпиады, они настолько подняли настроение у населения в нашей стране, и не только у населения нашей страны, но и во всем мире. Ну и самая главная победа наших спортсменов на Олимпиаде, она как раз была возможность гордиться и нашей страной, и, в общем-то, нашими Олимпийцами. Ну, были некоторые моменты по хоккею, но я хочу сказать, что остальные все дотянули до первого места, перекрыли, это говорит о том, что потенциал наших спортсменов, в наших возможностях, он оказался выше, чем те традиционные виды спорта, на которые мы делали какие-то ставки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok